Погода в Саратовской области преподнесла совсем не весенний сюрприз. Метель, которая накрыла регион, засыпала снегом трассы, из-за чего направление на Хвалынск закрыто, и инспекторы ГИБДД перекрыли выезд из Балакова через плотину Саратовской ГЭС. Из города выпускают лишь автомобили, которые едут в сторону Вольска. Все большегрузы тормозят перед выездом, поскольку им всё равно не подняться в горку за ГЭС. На шоссе Королёва застряли фуры из разных городов – из Ростова, Самары, Московской области. «Вы сами откуда?» «В Судмуртии». «В Судмуртии? Сколько стоите уже?» «Около часа». «А что обещают?» «Ничего не сказали. Молчат». «У вас там не скоропортящие?» «Нет». Ураганный ветер тоже принёс свои последствия. Несколько деревьев пришлось убирать с проезжих частей. Коммунальные службы экстренно реагировали на сообщения в социальных сетях. Их, кстати, было не так уж и много. «Наклонилось дерево, на корню приехали пилить. Сколько вообще деревьев. Смену, может быть, у вас какая-то статистика есть, пришлось так убрать экстренно». «В данное время это третья, четвёртая по счёту уже. Ждём ещё при таком ветре». Дороги начали чистить ночью, но из-за непрекращающегося снегопада толку от этого было немного. К тому же техника Балатадора в большинстве своём уже сменила оборудование с зимнего на весеннее. Поэтому в экстренном порядке пришлось менять насадки и выпускать технику на дороге по мере готовности. «Только пришёл с улицы. Вот забитый полностью. Щётка не… Вот сейчас специально сняли гидромотор. Для чего? Для того, чтобы посмотреть, поступает сюда масло. Работает он или не работает? Он работает, а щётка не крутится». «Вот сейчас, если почините, оттестил, то он снова на улицу пошёл?» «Это мы, конечно, посмотрим. Но дело в том, опять идёт, если сильный только снег, сильно завален. Но он опять может быть даже». В мастерской Балатадора постоянно идёт ремонт техники. Поскольку она совсем не новая, то поломки происходят часто. И мастерам приходится искать причину неисправности и сразу устранять её. Вот, к примеру, сварщик колдует над ковшом от МКСМ, который стёрся от длительного использования. «У них происходит износ. Вот как видно. Он банально стачивается об асфальт, об землю, об бетон, обо всё. И после того, как сначивается, берём вот такой материал, и заменяем на него. Он прослужит дольше. Также утолщаем вот эти вот стенки, которые тоже стачиваются вдоль бордюра, то, что он идёт, собираем». Некоторая техника, которая так нужна на Балаковских дорогах, не работает подолгу. Приходится ждать финансирования из бюджета на покупку необходимых запчастей и проведение ремонта. «КамАЗ простаивает по вопросу ремонта топливной аппаратуры. Двигатель стоит на нём, американский «КамАЗ» шестицилиндровый. На нём нет топливного насоса, а стоит целиком на каждый цилиндр форсунка насоса. Значит, для того, чтобы диагностировать причину поломки, надо заплатить в пределах 15-20 тысяч рублей. И после того, как обнаружим причину, то ремонт или замена на новую обойдётся в пределах 60-100 тысяч рублей. Здесь в Балаково данные автомобили практически по топливной аппаратуре не ремонтируют. Делают диагностику, а после этого мы начинаем искать возможность их починить. И в основном это делает фирма «Центр КамАЗ» в городе Саратов. Там станция всех обслуживаний, которая именно занимается ремонтом и обслуживанием данной аппаратуры. То, что балавтодоровские мастера могут починить сами, они ремонтируют. Но это тоже происходит не быстро. Компрессор ставим. А что еще? Воздух не качает. А можно на починке стоять? Ну как? Неделю. Тем не менее, дороги постепенно приводятся в порядок, насколько это возможно в условиях снегопада. Согласно показаниям системы ГЛОНАСС, техника начала выезжать еще вчера. И за это время сменилось несколько смен. Сегодня ночью на улице Балакова высадится коммунальный десант, который будет ликвидировать последствия метели, чистить тротуары и проезжую часть. Поэтому руководство балавтодора просит убрать с центральных улиц автомобили, которые мешают проводить работы. Продолжение следует.